Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Уже совсем чуть-чуть остается до суперкрутого четверга, который, я уверен, может стать судьбоносным не только для того же самого британца. Как вы помните, в четверг мы ориентируемся еще на несколько очень важных событий, важных для кого? Для европейской валюты, потому что в четверг нас ожидает заседание Европейского Центрального Банка, пересмотр ключевых параметров, поставок, скорее всего, они останутся на прежних значениях, мы в этом не сомневаемся. Но изначально я о чем говорил, о том, что куда интереснее будет пресс-конференция, потому что вот сейчас уже по мере приближения новых и новых сезонных таких событий для всей еврозоны от драги ждут конкретики по поводу перспектив денежно-кредитной политики и хотя бы намеков на то, что может происходить с действующими экономическими стимулами. Об этом, друзья, мы также поговорим, когда перейдем, переключимся на европейскую валюту. Ну и, конечно же, еще суперсобытие, важное для доллара, важное для интереса в отношении защитных активов, это показания, которые будет давать Джеймс Коми в Сенате по поводу потенциального, еще не доказанного, было ли оно вообще на самом деле, но вмешательства России в президентскую гонку, которая состоялась вот в конце прошлого года. Об этом мы также будем говорить. Уверен, в пятницу нас ожидает крайне интересный брифинг, потому что нам придется разложить по полочкам все эти фундаментальные события. Ну, первыми, конечно же, вы сами все увидите. Поскольку в четверг волатильность обещает быть на очень высоких значениях, я надеюсь, что вы сможете на этой волатильности заработать. Ну, а теперь давайте перейдем к нашему брифингу. Традиционный сценарий, начинаем мы с рынка черного золота. Клосс вчерашнего дня 49.95. Сейчас актив снова торгуется выше полтинника 50.07. То есть, котировки нефти смогли выбраться на траекторию роста, а смогли снова оказаться выше уровня 50, который снова на текущий момент является уже не сопротивлением, а поддержкой. После того, как вчера были опубликованы данные по запасам от Американского института нефти, напоминаю то, что, согласно высшим цифрам, запасы снизились на 4,62 миллиона, баррелей с прошлого показателя по сокращению, то есть, двумя неделями ранее, на минус 8,6. И те трейдеры, которые предпочитают торговать на любых позитивных моментах для нефти, и стараются не видеть негатива, который, очевидно, мне кажется, для всего рынка черного золота, конечно же, от этой поддержки, от этой статистики ждут тех самых предпосылок для роста. И если уж вышли данные по Американскому институту нефти, запасы снизились все, учитывая присутствующие все-таки коррекционные связи, я считаю то, что и сегодня официальная статистика покажет уже практически юбилейную десятую, но сейчас это девятая неделя, а подряд снижение запасов. Также в центре внимания по-прежнему ситуация, которая разразилась на Ближнем Востоке, а именно решение арабской коалиции стран, это Саузская Аравия, Кувейт, Бакхейн и Объединенные Арабские Эмираты, которые разорвали, знаете, дипломатические связи с Катаром, обвинив ДОХУ в том, что они дестабилизируют обстановку на Ближнем Востоке и поддерживают связи с террористическими организациями. Серьезное обвинение, конечно же, оно в моменте привело к резкому ослаблению цен на черное золото, это как раз в конверсиях всех наших ожиданий. На такой новостной фон и поддержку для нашей короткой позиции мы не рассчитывали, но она пришла. Хотя мы с вами вчера разбирали этот новостной фон, я еще раз отмечу то, что обычно, конечно же, любой конфликт, который касается эскалации напряженности на Ближнем Востоке, это позитивный фактор для нефти. Но в этот раз мы увидели снижение котировок, потому что в этот раз любой новостной фон, касающийся отдельных представителей ОПЕК, тут же начинает интерпретироваться с точки зрения того, как это повлияет на действующее оправленное соглашение до марта 2018 года. Мы также говорили о том, что есть, скорее всего, риск того, что, собственно, государство, против которого и, то есть Катар, в адрес которого и был направлен этот тотальный негатив, покажет характер, займет, ну, не совсем, может быть, правильную, но все-таки вероятную позицию тоже демонстрации характера, и выйдет из текущих соглашений, из текущих договоренностей, и, соответственно, еще больше снизит потенциальную эффективность сделки по пролонгации договоренностей по ограничению производства нефти на 1,8. Как я уже отметил, это главное событие для рынка нефти, мы, хочется нам или не хочется, ну, вынуждены продолжать обсуждать его изо дня в день. Да, эта идея, мне кажется, более интересна, возможно, именно по этой причине мы и увидели все-таки снижение цен на черное золото, но все-таки дополнительный анализ вот этого новостного фона, который был проведен участниками рынка, уже позволил сделать другие выводы. Даже если, собственно, Катар решит, что текущая ситуация способствует тому, чтобы они покинули действия энергетического пакта и не придерживались квот, которые были взяты в соответствии с обязательствами, вряд ли это приведет к каким-то серьезным последствиям для рынка нефти, потому что на Катар в соответствии с энергетическим пактом приходится, ну, небольшая доля по коллекции, по-моему, около 30 тысяч баррелей в суд. И серьезного вклада, конечно же, возможно, и не внесет увеличение на этот показатель. Другой момент, он уже связан с тем, что если Катар хочет исходить все-таки из более, наверное, оправданных, логичных и парагматичных повреждений, сейчас лучше предпринять все усилия, чтобы не эскалировать ситуацию. Напротив, лучше договориться, лучше попробовать найти выход из данной конфликтной ситуации и спустить все на тормозах. Это, наверное, будет и правильный подход. Соответственно, если ситуация будет развиваться в данном ключе, то тогда эту тематику мы больше уже не будем затрагивать и вернемся снова к нашей старой доброй статистике и будем искать идеи, фундаментальные, оправдывающие потенциальное снижение цен на нефть там. По статистике я уже сказал, сегодня у нас на повестке в 17.30 по московскому времени официальные данные. Сейчас медведям стоит рассчитывать на то, что реакция от трейдеров может быть свойственной, опять же, и похожей на ту реакцию, которую мы наблюдали после публикации прошлого релиза по запасам трейдера. Обратили внимание на то, что снова серьезно выросли объемы добычи за позапрошлую неделю на 22 тысячи баррелей в сутки. Сейчас, если цифры будут снова выше 15, я допускаю то, что мы можем рассчитывать на то, что на рынке медведи снова перейдут к наступлению и в очередной раз попробуют продавить поддержку 50 долларов за баррель. Еще из интересных новостей для рынка нефти я хочу отметить то, что вчера, когда была опубликована статистика от американского института, запасы нефти действительно снизились. Пусть снизились на приличный уровень, но при этом запасы бензина выросли на 4,8 миллиона. Если мы увидим прирост, пусть даже хотя бы на частичный показатель, на 2-3 миллиона, то, разумеется, у медведей будет еще один пол сегодня навалиться на этот актив. Потому что рост запасов ставит под сомнение вот прежний расчет на то, что сезонный фактор летний период – это сезон повышенного спроса на топливо и очень высоких показателей внутреннего потребления. Соответственно, если запасы бензина все-таки вернутся к тренду и к тенденции роста, тогда мы уже будем вынуждены констатировать то, что на утренном рынке не такие уж и высокие показатели спроса. Это еще один негативный фактор. Собственно, друзья, резюмируем. По рынку нефти, как вы видите, по прошествии еще одного дня, нет факторов стоящих, серьезных, о которых вообще можно говорить в плане поддержки. И еще в качестве десерта чуть не забыл. Это вчерашний пересмотренный прогноз от администрации аналитической информации США по будущим показателям нефтедобычи. Так вот, снова этот прогноз был пересмотрен с повышением, и в Штатах ожидается уже планка по добыче в 10 миллионов баррелей в сутки в первые месяцы 2018 года. То есть с такими стараниями, регулярным пересмотром в течение последующих месяцев мы вообще сможем все-таки выйти на прогноз от Райстрид Энерджиэнеретической компании, которые нам навеяли идею о том, что 10 миллионов могут быть достигнуты даже до конца 2017 года по добыче. Друзья, про это также ни в коем случае не забывайте. Не забывайте то, что Штаты у нас это основной регион, на который мы смотрим, и от которого в плане дополнительных объемов добычи ждем поддержки для нашей короткой идеи. Наша следующая цель 48 долларов за баррель по Brent, цель максимум это 45. Если доберемся до нее, будет совсем супер, потому что в процентном эквиваленте потери этого актива будут серьезными и существенными с начала 2017 года. Российская валюта 56,52. Поскольку мы все-таки не увидели закрепление котировок ниже 50, давайте поставим пока в очередной раз на колб нашу идею, связанную с девальвацией рубля, и будем ждать, пока поддержка по нефти все-таки падет. Но когда цены на нефть все-таки находились ниже этого уровня, мы видели то, что трейдеры также наваливались и на хокус рубля. То есть вчера были предприняты попытки, чтобы затащить пару в район 57 или даже выше. Но с восстановлением цен на нефть, призумяется, от этих попыток ничего не осталось. Доллар японская иена, как вы прекрасно все видели, на азиатской сессии вторника на американца было оказано серьезнейшее давление. Суперкрутой прессинг. И когда мы видим в довольно консервативной, сдержанной по волатильности паре доллар японская иена такие движения, мы понимаем, что, скорее всего, на рынке что-то случилось. Потому что резкое укрепление японской валюты – это причина не какой-то поддержки фундамента, скажем, японского происхождения. Это следствие того, что трейдеры крупные деньги начинают уходить в защиту. Вчера мы наблюдали такую тенденцию, такое движение, поскольку вы могли заметить, как рос весь спектр защитных инструментов. Золото практически добралось до сопротивления 1300 долларов за тройскую умницу. Укреплялся франк. Ну и японская валюта, само собой. Снижалась доходность американских трежей. Снижение доходности и рост стоимости – это следствие повышенного спроса на эти облигации. И основная причина того, что происходит – это ухудшение геополитической обстановки не только в отдельном регионе, а тотально, по всему миру. Целая куча событийных рисков сейчас сдерживает интерес к рисковым инструментам. Целая куча событийных рисков сейчас для нас, как новостной фонд, должна оставаться катализатором повышенной волатильности. И все-таки из-за них мы вынуждены корректировать те цели и планы, которых придерживались по многим активам ранее. О каких событийных рисках я говорил – это, к сожалению, уже регулярные теракты в Англии по мере приближения парламентских выборов. Собственно, они уже состоятся завтра. Это разрыв дипломатических связей с Катаром. Не только стран арабской коалиции, к нему, как вы помните, присоединилось много других государств. Тоже этот разрыв продиктован, опять же, связями этого государства с террористическими организациями. Впереди у нас выборы в Англии. Впереди у нас неочередные выборы в Италии. Впереди у нас заседание Европейского Центрального Банка. И для доллара, раз уж мы заговорили про него, еще более интересным и стоящим фундаментом является завтрашнее выступление Джеймса Коми, экс-главы ФБР в Сенате. Ну, наверное, выступление — это неправильный термин. Коми будет отдавать показания, давать себя против действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. И все это касается вопросов вмешательства Российской Федерации в выборы, которые состоялись в Соединенных Штатах Америки. Это касается того, что на рынке обсуждают идею, что Трамп оказывал вот некоторое время назад, когда Коми еще возглавлял ведомство ФБР, давление было оказано с целью прекращения расследования в адрес уже экс-помощника и советника Трампа Майкла Флина, который занимался вопросами национальной безопасности. И я вчера вам уже сказал, почему к этому событию сейчас приковано столько интереса рынка. Да и потому что мы видели, как только разговоры об этом спровоцировали резкое ослабление доллара. И плюс ко всему, СНН еще закинул такую утку, неподтвержденную, без оглашения источника, откуда появилась эта информация о том, что Коми не просто будет давать показания, а собирается подтвердить то, что Трамп реально оказывал на него давление. Но, друзья, вы за фундаментом ослития уже очень давно. Ну, вы прекрасно делаете, судя по многим комментариям, которые я получаю и на форуме о маркетсе, и под каждым видеовыпуском на Ютубе. У вас у многих очень четко выстраиваются вот эти фундаментальные параллели. Мне приятно видеть много интересных выводов. Я думаю, вы все знаете, каким последствиям могут привести, если реализация сценария такого рода, каким последствиям это приведет для американской валюты, и почему продажи доллара могут быть активизированы. Но самая основная причина, она может заключаться в том, что резко возрастет риск политической неопределенности в США. И снова поедут, опять же, ожидания по поводу реформирования экономики США. Реализация этих реформ, которые, по идее, должны были удвоить показатели экономического восстановления уже в этом году. Но, судя по тому, что уже миновало практически полгода 2017-го, я думаю, что это были избыточные ожидания. Потому что Трамп не представил еще в должном освете в необходимой конкретике ни одну реформу, которая могла бы на это повлиять. Сейчас доллар полностью игнорирует макроэкономические отчеты. И единственное, на что он не сможет ни отреагировать, это на повышение процентной ставки. Но это у нас только 14 июня, то есть в следующей неделе. До этих пор, друзья, с учетом того новостного о содержании, того фона, который сейчас продолжит обсуждаться, я думаю, что американская валюта будет оставаться под давлением. Я озвучил вам то, что у меня был такой предельный уровень по паре доллара и японская иена. К сожалению, вчера этот уровень был достигнут этой валютной пары. И я более пока не хочу даже косочно торговать американцев против японской валюты. Потому что я, в принципе, не хочу продавать доллар. Это не верится вообще с моим видением рынка и с тем, что должно происходить с этой валютой. А торговывать краткосрочно, вот эти геопатические форс-мажоры, это тоже не в моем духе. Если вам хочется поспекулировать и если вы хотите, помимо присутствующих для многих ожиданий, того, что удастся получить хороший профиль на долгосрочном тренде роста доллара, который должен случиться все-таки, есть еще и краткосрочные возможности прокатиться пониже по этому валюту активов до тех пор, пока вот этот новостной фон не рассосется. Но говорить о том, что это произойдет до конца этой недели, не стоит. Скорее всего, уже на следующей неделе, в понедельник, когда мы будем подводить итоги всего вышесказанного, будет больше ясности, больше прозрачности в плане фундамента. И тогда еще раз вернемся к паре доллар-японской иены, как мы это делаем всегда, и по возможности скорректируем наши цели и ожидания. По фунту мне, к сожалению, пока сказать нечего, поскольку занимают умы трейдеров, как и раньше, поступающие результаты общественного опроса по поводу того, кто же все-таки одержит победу, либо аристы, либо консерваторы. Мы говорили о том, что разрыв между ними сокращается, но все равно лидерство пока за консерваторами. Если что-то изменится в этом плане, то тогда мне, я хочу, чтобы вы помнили, чем это чревато. Это чревато тем, что Тереза Мэй не получит поддержки большинства в парламенте, и парламент останется без поддержки главы государства, премьер-министра, со всеми вытягающими тоже последствиями. Я сохраняю короткую позицию по британцу и думаю, что она сейчас имеет больше шансов на реализацию с учетом того новостного фона, который мы анализируем. Завтра перед парламентскими выборами, если будут новые результаты, обновленные, я ими с вами поделюсь. Европейская валюта, котировки 1.1259, но поскольку, друзья, я уже отметил, что в косрочной перспективе есть шанс увидеть более слабую американскую валюту, мы видим, как евро пока что игнорирует долгосрочные риски. И связано это прежде всего с тем, что уход в защиту, провоцирует через свойства европейской валюты как актива фондирования, спрос на этот инструмент. Поэтому, оценивая в очередной раз рыночное настроение, мы сможем убедиться в том, что общее позиционирование остается исключительно медвежьим, а поэтому, руководствуясь классической рыночной практикой, рынок и крупные игроки поведут активы в другую сторону, чтобы не дать заработать большинству. Если это так, то этим рыночным акулам, конечно же, нужен серьезный инфоповод, и завтра он на рынке будет объявлен. Если даже не парламентские выборы в Англии, которые преимущественным образом повлияют на британскую валюту, то само заседание Европейского центрального банка точно сможет справиться с этой задачей. Поэтому, друзья, я сейчас снова обращаю ваше внимание на то, что краткосрочно европейскую валюту продавать рановато. Я не говорю, что краткосрочные продажи лишены смысла. Нет, они могут принести тоже профит. Но с большей вероятностью европейская валюта, прежде чем перейдет к снижению, может еще оказаться на уровне гораздо выше текущего. Вот опять же, обмениваясь мнениями со своими коллегами, сейчас такой рыночный, куварный уровень, до которого может добраться пара евро-доллар, находится на отметке 1.14-1.15. Только на этих рубежах возможен слом того позиционного трейдинга, который сейчас присутствует. И на этих уровнях у многих трейдеров просто уже не хватит обеспечения, чтобы поддерживать короткие позиции. Ну, тем трейдерам, которые зашли в оппозицию с высоким кредитным плечом. Что мы можем услышать от Европейского центрального банка, позитивного для евро, если каким-то чудом Драги намекнет на то, что ЕЦБ все-таки рассматривает возможность выхода из QE. Я считаю то, что вероятность этого крайне низка, потому что Драги помалкивала в этом направлении даже тогда, когда инфляция росла. Сейчас, когда инфляция зашкаливает, говорить об этом по меньшей мере глупо, мне кажется. Поэтому, друзья, давайте мы будем менее предвзято сейчас к рынку, смиримся с тем фактом, что на рынке господствуют не совсем прогнозируемые тренды, но не будем терять позитивное расположение духа и не будем упускать из виду те фундаментальные события, которые на рынке сейчас обсуждаются, анализируются. Мы, как фундаменталисты, делаем это изо дня в день и продолжим, собственно, делать. Еще хотелось сказать пару слов по Австралии, по австралийскому доллару. Котировки на текущий момент 0,7537. И сегодня логично на азиатской сессии было увидеть ослабление австралийцев. Почему? Потому что вышли, как мы с вами предполагали, очень слабые цифры по экономическому росту, по УРП. В квартальном выражении с прошлого значения 1,1 рост составил всего лишь на 0,3% в годовом. С 2,4% просили до 1,7%. Я думаю, что если бы у нас не было возможности сейчас говорить про исключительную слабость доллара, мы бы увидели ослабление и австралийца, и конвестивного новозеландского доллара тоже. Но судя по тому, что австралийца растет, значит, эту статистику пришлось проигнорировать, потому что сейчас балом правит отсутствие интереса к риску и, напротив, присутствие интереса к защитным активам. То есть доллар слабеет, а защитные инструменты растут. Пока не теряем из видов и эти тенденции. Из важных событий сегодняшнего дня, ну, обратите внимание, стоит только на запасы нефти. В 17.30 выйдет эта статистика. Как я уже отметил, есть шанс увидеть еще один стимул и аргумент для снижения цен на черное золото. По другим активам никакого интересного фундамента не будет, но завтрашняя сессия реабилитирует все сполна, потому что завтра у нас супер насыщенный день, как я уже об этом сказал. Друзья, на этом все. Большое спасибо всем за внимание. Если есть вопросы, не забывайте то, что вы можете оставлять их на форуме Амаркетс и на канале на Ютубе. Также делитесь вашими предположениями о том, что может случиться с активами вашими наблюдениями. Уверен в том, что ваше мнение интересно не только мне, но и всему трейдерскому сообществу Амаркетс. Осталось только пожелать вам хорошей торговой сессии. Готовимся к супер насыщенному дню. Готовимся к зашкаливающей волатильности. И готовимся не забывать про ключевое правило эффективного трейдинга – это контроль за рисками. На этом, собственно, все. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.